Я вижу, что у нас есть постоянные зрители. Я знаю, что у нас есть зрители, которые пришли к нам первый раз. Среди них есть мои любимые ученики, которые когда-то у меня учились. И артист, и для вас, господа артисты, я говорю, для вас, дорогие зрители, для нас, для артистов, я сама актриса Театра Российской Армии, играю на сцене уже очень много лет и очень люблю свою профессию, и заразила ей ваших друзей. Артист может играть, должен играть точно так же для одного зрителя, как если бы он играл для нескольких тысяч зрителей. Потому что это процесс, которому мы посвящаем свою душу, свою жизнь. Для тех, кто не был на спектакле до этого, для тех, кто первый раз, я скажу такие слова. Вот на этой стене висят фотографии ребят, которые в таком же возрасте, как ваши друзья, которые сейчас выйдут на сцену, ушли защищать свою родину. Ту самую родину, которая Россия, которая называла Советский Союз, сегодня в Галстуках День Пионерии, вспоминают этот момент. Были комсомольцы, октябряты, разные были организации, которые, к ним можно как угодно сейчас относиться, но они верили в самое главное, в то, что они делают все возможное, самое хорошее, друг для друга, для родителей, для страны. И вот когда-то в истории была наша страшная Великой Отечественной война, и люди отсюда ушли на эту войну. Такие же, как эти ребята, которые там вот зажили, такие же, как вы. Один, два, три года старше, стали очень взрослыми. Ничего в этой жизни не меняется для сердца человека. Больше всего нам хочется, чтобы нас любили, чтобы нас слышали, чтобы мы могли любить, чтобы нам верили, чтобы мы могли доверять. Вот эти самые главные вещи, которые нас волновали во все времена. Мы, может быть, скрываем их часто за смехом, за шутками, за какой-то иронией, за сарказмом, но все равно в глубине души, когда мы остаемся один на один, и мы больше всего нам хотим, чтобы мы верили, в нас верили, и мы любили по-настоящему. Хорошего вам просмотра. Спектакль завтра будет. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Список приглашенных о день рождения Артема Шельфа. Ну кого записывали? Не веришься классовать? Да. Ты? Спасибо. Я, разумеется. Ну да, обязательно. Валька Александров. Валя. Еще. Пашка Ставчук. Паша. А девчонок пиши сам. Нет, нет. У тебя почек лучше. Задача. Ты лучше скажи, кого записывать будем кроме Зинкикова. Зиночка. Искру. Искру. Да. Еще Лену Бокову. Она с Валикой дружит. Вот. Лена, кого еще? Еще Сашку Стамескину. Стамескина. Без него искры надулся, а без искры... Без искры нельзя. Пиши Стамескину. Стамескин. У кого забыли? Вику Леберецкую. Да. Вику Леберецкую. Вика. Да. Вику Леберецкую. Твоя Вика. Вика. Рука дай. Этот список не розыгрыш? Нет. 16 лет все-таки. Дата. А почему не твой почерк? Ну ты сама понимаешь. Я как курица лапой. Это Жорка писал. У нашей искры недоверчивость прокурора сочетается с прозорливостью Шерлока Холмса. Спасибо, Артем. Я обязательно приду. Директором. 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 Здравствуйте. 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 Спасибо. А вы точно не было? Нет, вам еще не было. Не страшно, Николай Григорьевич? Первый день все-таки. Ничего, справлюсь. Будем надеяться. Так вот. На первом этаже первые и вторые классы. На втором – третьи и четвертые. И так далее. По возрастающей. Чем старше учащийся, тем выше этаж он занимает. Это удивительно точно, даже символично, в прекрасном смысле этого слова. Вам, Николай Григорьевич, как будущему директору нашей школы, будет полезно знать, что мы все сделали согласно приказу. Давай послать с этими дежурных на лечных клетках. Со строгим уговором никого не пускать ни вниз, ни вверх. Детский корпус. Не сенатронно. Распоряжение Горано, Николай Григорьевич. Так ведь жить надо не распоряжениями, а идеями. Какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому, всякие распоряжения похерим. Ну да, и сделаем таким макаром. Пишите. Первый этаж, первый, шестой классы. Второй этаж, второй, седьмой, восьмой. Третий этаж, третий, девятый. Четвертый этаж, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются и начнется дружба. Где главные бузатеры в четвертом и пятом классе. Теперь будут под присмотром у взрослых. И никаких дежурных. Пуши рук по всем этажам. Ребенок – существо стихиновольное. И нечего зря решетки установить. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут. Зеркало одно на всю школу. Да и то учительское. Поэтому завтра же во всех девчоночных уборных повесить хорошие зеркала. Купить и повесить. Десять. Кокоток растить собираемся? Не кокоток, а женщин. Страсти преждевременно будете. Страсти – это прекрасно. Войтин Андронов. Нет ли страстного человека у вас. Ребята. Ребята. Наш новый директор. Роматер Николай Григорьевич. А также наш новый учитель географии. Николай Григорьевич, а как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией? Вот мы с ребятами рассматриваем это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира. Искара. Как вас зовут? Искара Полякова. Значит, Искара. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную Родину станет. Кто измерный мы сам и на море, наш наберный могучий сурок. ПЕСНЯ 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 Всё это о местах деления. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать. Но рано или поздно их узнать придётся. Но ты не переживай. И давай лучше говорить о Саше. Может, мы соберём ему эти деньги? Искра, вот ты то умная-умная, а то дура-дурой. Ну, соберём мы ему эти деньги. А возьмёт ли он их? Возьмём. Ну, конечно. Это потому, что ты его заставишь. Ты даже меня можешь заставить съесть пенки от молока. Хотя наверняка знаю. Что умру от этих пенок. Да. Искра! Искра! Ему нужно устроиться на этот авиационный завод. Ты думаешь, это так просто? Это совершенно секретный завод. Он туда принимает только очень проверенных людей. А Сашка прям шпион. Глупая. Ну, там же анкеты. А что он напишет в графе, отец? Ну, что? Даже его мама не знает, кто его отец. Правда? Ну, знает, конечно, но не говорит. И Саша напишет, а мне знаю. А там что могут подумать? Представляешь? Ну, что? Что там могут подумать? Что этот отец враг народа. Вот что могут подумать. Искра, ты частенько встречала врагов народа по фамилии Стамескин. Придумала. Вика Люберецкая. Папа Вики. Он главный инженер этого авиационного завода. Я сама попрошу. Вика, золотая девчонка. Честная комсомольская. У тебя все золотые. Ну, Искорька, ну хоть разочек. Доверь мне. Я все правильно сделаю. Ну, хорошо. Но не откладывать. Вот, спасибо. Вот сама увидишь, как все замечательно получится. Пойдем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПРОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что такое? Что опять? Это иголка сломалась. Надо вальки на день рождения. В ведро иголок подавить. Я же, нет коробки. Вагон и маленькую тележку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Глупо по всякому поводу выступать с трибунами? Нет, это не глупо. Глупо считать себя выше всех только потому что... Девочки, девочки, я фокусную. Ну да ладно. Так почему же? Потому что я папа, не худший руководитель? Так что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего отца. Что-то здесь душно стало. Да? А давайте читать стихи. Давай, давай, отлично. Садитесь. Садитесь. Пусть звучат постылые, скудные слова. Не погибла молодость. Молодость жива. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас. На холодной площади убивали нас. Но в крови горячечной подымались мы. Но глаза незрячие открывали мы. Возникайся, дружество, ворона с бойцом. Укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я с воду. Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми, со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой милый знаменит, И у него гостей бывают вдоль немного. И каждую, бывая с нами, Тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьей дьявольски красив, Такую милую доверчивой приятцей. И никого никак не не спросив, Как пьяный друг ты ляжешь целоваться. Мой милый Джим, Среди твоих гостей Так много всяких и не всяких было. Но та, Что сел безмолвный и крестней, Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, Дает себе порубку, И без меня В ее уставил взгляд. Ты заменял из ней нежную руку За все, Чем был и не был виноват. Это упаднический поэт, Он воспевает кабакитарскую муману, Ну и пусть себе Упаднический и разупаднический Это изумительные стихи, Вот и все. И-зу-ми-ти-ль-ны-е Палька! 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 Саша, а тебе понравились эти стихи? Ничего об этом не смыслю, но стихи мировецкие. Знаешь, там такие строчки. Шаганэ ты моя шаганэ. Шаганэ ты моя шаганэ. Почему ты улыбаешься? Не знаю, просто улыбаюсь. Ты, Стамескин, это не подавалишься. Ты хитришь, Стамескин, ты стал ужасно хитрым человеком. Я? Я не хитрый. Улыбаюсь от того, что мне хорошо. Почему это тебе хорошо? Не знаю, хорошо и все. Давай сядем. Понимаешь, если рассуждать логически, то жизнь одного человека представляет интерес только для него одного. А если рассуждать не по мертвой логике, а по общественной, то, ну, человек... Знаешь, ты не рассердишься, если я... Что? Нет, ты наверняка рассердишься. Да нет же, Саша, нет. Ну... Давай поцелуемся. Ну вот, я жить просто так. Давай. Пусти. Пусти, Саша. Страшно, да? У тебя бьется сердце? Давай еще. Еще разочек. Нет. Со мной что-то происходит, и я должна подумать. До свидания, Саша. Ребят, давайте, ребят, будьте... Продолжение следует... 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 Значит, не предать. Ты что, наговорила Валендрия? Искра, я наговорила, да? Она поймала меня в упорный перед зеркалом, стала ругать, что верчусь и кокетничаю. Я даже не знаю, как это делают, Искра. Она стала меня во всем расспрашивать. А я... Я все ей рассказала, Искру. Я не хотела ничего ей рассказывать, просто... Села я рассказала, правда, ненарочно. Ну, Искорка, пройди, пожалуйста. Смотри, Сидорка Берецкий. Куда? Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова. Но мы никогда не были на Берецке. Мы не будем так будем, пошли. Девятый парк. Девятый парк. Продолжение следует... 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 Признаться, мы с ним отчаянно спорили. И не только о поэзии. То были времена споров. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Нет. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет. До одури. Разве можно спорить с гением? Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в чугунный абсолют. Собственно, мне пора. Пейте чай, отдыхайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас, Светлой. Пилотока? Раньше трех совещаний не отпускают. До свидания. До свидания. Пойдемте. Такая красивая штука. Да что? Все есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мама, а что такое истина? Где ты была? У Люберецких. Что такое истина? По-моему, ты небрежно спромулировала вопрос. Уточни, пожалуйста. Тогда скажи. Существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств? Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет. Значит, человек живет во имя истины. Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которая учит нас партия. За нее пролито столько крови. И принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб. И еще погибнет. Это истина, наша сила, наша гордость. Искра, я правильно поняла твой вопрос? Да, да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что нас в школе не учат спорить. С друзьями спорить нечем. А с врагами надо драться. Но ведь нужно уметь спорить. Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это кузовистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот к чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Почему ты спросила? Потому что так. На ужин надо же молока. Нечего не успела сготовить. А мне завтра предстоит серьезное выступление. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Вика. Пожалуйста. Надеюсь, теперь Таниславович утверждает, что это вредные стихи. Это замечательные стихи. Я думаю... Нет, я даже уверена, что скоро их оценят, и Сергею Есенину поставят памятник. И будет надпись «Спасибо тебе, сердце, которое билось для нас». Лучше болело за нас. Знаешь, я никогда не задумывалась о том, что такое любовь. Наверное, эти стихи заставили меня задуматься. Папа считает, что в жизни есть две суты обязанностей, о которых нужно думать. Для женщины это научиться любить. А для мужчины? Служить своему делу. Как ты представляешь счастье? Счастье? Счастье будет полезно своему народу. Нет, это долг. А я говорю о счастье. А как ты представляешь? Любить. И быть любимым. Нет, знаешь, я не хочу какой-то особой любви. Пусть она будет обыкновенной. Но настоящей. Пусть будут дети. Трое. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы ему было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно. И умирали в один день, как говорит Грин. Все? Ты мальчика, Грин. Это тебе ты. Ты обязательно прочтешь. Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство? Нет. Законие мещанство. Это нормальное женское счастье. Работа. А работа я не встречаю, но работа это наш долг только из всего. Баба считает, что это разные вещи. Долго понятия общественные. А вот счастье сугубо личное. Что говорит вам о мещанстве? Он считает, что мещанство это состояние человека. Когда он делается рабом. Незаметный для себя. Рабом вещей и удобств. Деньги, карьеры. Деньги, благополучия и привычек. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести. Честь дворянское понятие, и мы ее не признаем. Я знала, что ты расскажешь. Знаешь, я бы хотела дружить с тобой искро, но не могу. Потому что ты максималистка. А раз неплохо быть максималисткой? Нет, неплохо. Мне необходим общество, я убеждена. Но с ними так трудно дружить. А любить их просто невозможно. Пожалуйста, учти это, ведь ты будущая женщина. Да, конечно. Мне пора. Спасибо тебе. За весенние. Ты прости, что я это сказала. Но я должна была сказать, я тоже хочу говорить правду. И только правду, как ты. Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? Я хочу, чтобы ты нашла огорченных. А вот и папа. Добрый день. Здравствуйте. Мне нужно забрать пару документов. Папа, мы с Искрой немного поспорили о счастье. Да так они разобрались, что из нас прав. Счастье? Счастье иметь друга, который не отречется от тебя в трудные минуты. А кто прав, кто виноват. Вы мне вот что скажите. Как вы думаете, каково высшее завоевание справедливости? Высшее завоевание справедливости в нашем советский союз. Это скорее завоевание социального порядка. А я говорю о презумпции невиновности. То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не виновен. Пусть это делают следственные органы. Даже если он сознался? Да даже если он в этом клянется. Человек очень сложное существо. И подчас готов брать на себя ответственность. Бог знает за что. Ты уже будешь видеть сны. Впрочем, я что-то заговорился с вами. Мне пора. До свидания. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Что это такое? Что это такое? Это статья в стенгазету? Кто тебя надоумил писать ее? Никто. Искренне врею стала! Я не вру, я написала сама. Кто рассказал тебе об этом? Леонид Теркевич Уберецкий. Рефлексирующий интеллигент. Что он еще тебе наговорил? Ничего. Нет, но он говорил, конечно, о справедливости. Так вот. Кстати, ты не писала. И ты от него лишь никогда. Но ведь это несправедливо. Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо. Запомни. А как же человек? Человек вообще. А человека вообще нет. Нет. Есть гражданин, обязанный верить. Верить. По дни шесту встречусь с тобой В прекрасном теплом антере Где мы с тобою встретили Весный бился синий кривот Но все умчалось точно слов Встан твой нежный, обнимай И твой ротик целом Ах, тебе забыть, что истрелечись с тобой Когда прощалась ты со мной Прощай, прощай Прощай, моя родная Тебе я шлю Мое последнее танго Я так любил тебя Я так страдаю Но ты не знала сердца моего Прощай, прощай Прощай, моя родная Не полюбить мне в жизни больше никого Прощай, моя родная Прощай, моя родная Прощай, моя родная Прощай, бросай все и уезжай Вика Не трогайте его, папа Папа Я ничем не виноват, Вика Я ничем не виноват Я честный человек Папа 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 Не трогайте мою дочь Папа Ты чего? Викера Берецкая. Ну, знаешь, знал, что ты ненормальная. Ну, что к госам и маковке. Что ты бермучишь? А то, что Берецкий этот враг народа, он за миллион чертежи нашего самолета фашистам продал. За миллион. Сашка, ты берешь, да? Расскажи, что врешь, ну? Я точно знаю. Поняла? А он меня на секретный завод устраивал. Личным звонком, личным. И жду я, чтоб специально предупредить. О чем? О чем ты хотел предупредить меня? Вот об этом. Об этом? Спасибо. А Вика что продала? Какой самолет? Вика? При чем здесь Вика? Вот именно, что ни при чем. А Вика, моя подруга, ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда. Даже если это ужасная правда, Вика ни в чем не виновата. Слышишь? Ни в чем. А ты... Я? Ну что я сделал? Извини. Может быть, мне показалось. Иди домой, Сашка. Я сказала, иди домой. Я хочу помнить о ней. Иди домой. Я? Можно подруга. Я? Я? Иди домой. Я? Иди домой. Ну это же чушь какая-то, полная чушь, да не лепится, полная. Возможно, поправлюсь и не лепится. Да пока поправят девочку, что же одна будет? Есть за счет этого указания? Что указания на человек взрослый, паспорт на руках, родным написать надо. Только не в этом же дело, не в этом. Мы коммунисты, потому что с ребром верите Люберецкому, лично верите. Я только уверен, что напутали там. Люберецкому я верю. Но раз уж мы так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильная мысль, товарищ Полякова. Прошу пока ничего никуда не писать. Это почему же? Кроме долга, существует право. Так вот, право писать о Люберецком есть только у меня. Я знала его по гражданской войне, на совместной работе здесь, в городе. Это аргументы, а не эмоции. И сейчас это главное. Требуются аргументы. Идет предварительное следствие. Как мне объяснили, на этом этапе достаточно моего прочительства. Поэтому, никакой самодеятельности. И еще одно. Никому о нашем разговоре не говорите. Это никого не касается. Когда же надорвусь? А иногда что уже надорвалась? Полюбуйтесь, Николай Григорьевич. Искра Полякова. Ваша любимница. Где вы были вчера? Вики Люберецкой. Ты подговорила ребятам туда пойти. Или, может быть, Шефер? Предложила я. То ребята пошли сами. Зачем? Зачем ты это предложила? Чтобы не оставлять человека в беде. В беде? Она называет это бедой. Я, конечно, уважаю ваши полевые заслуги. Но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но и порочными. Да, порочными. Я заявляю откровенно. Я буду жаловаться на вас. Идите и пишите. Скорее, пока пыл не пропал. Значит, организовала субботник. Как благородно. А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а не винная жертва? В общем, ты молчишь? Я все знаю. Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное прошлое, Пылькова. Но учти, ты завтра же пройдешь экстренное комсомольское собрание. Повестка необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. Ну за что? За что же Вика же не виновата, что ее отец? Я не буду проводить это собрание. Что? Я не буду проводить собрание. Что ты сказала? Искра! 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 Ну, как? Хороший человек. Откуда вы знаете, что хороший? Ох, трудно уже было догадаться. До дома-то дойдешь? Дай дома. Да и провожаток у тебя достаточно. Собрание. Собрание будет. Ты не волнуйся. Я сам при комплексе. Абелька? С Люберецкой ничего хорошего не обещаю. Я поговорю. Сделаю, что смогу. Но опять же, ничего не обещаю. Сама понимаешь. Понимаю. Почему? Я не понимаю. Может быть, еще удастся. Эх, ничего не удастся. Валенра всех сожрет. Стерва. О старших не говорят. Я не о старших. Я о Валенре. С комсомолом будет трудно. А давайте с осенью попрощаемся. В лес. На речку. В сосновку. Там и лес, и речка. В сосновку. Стоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там купальна была, а вон там, наша дача, какая красивая. А сейчас? Сейчас все замечательно. Ну пошли, чего глядеть-то? А кто-нибудь спички взял? Хочешь? Покажу тебе одно место. Я любила читать здесь. Я любила читать здесь. Ванташ, ты любишь меня, Ванташ? Ты долго будешь любить меня? Очень. Я любила читать здесь. Ванташ. 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 Жора, кушь плотно! Завтра будет денег. Я знаю. Может быть, я вам придумала. Да не волнуйся. Все будет так, как надо. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Товарищи. Парни. Девчата. Хорошо. Смотрите. Все глаза смотрите. Что убивает. Что убивает. Не только клинок. Или осколок. Убивает дурное слово. Скверное дело. Убивает равнодушие и казюнь. Убивает. 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 И подлость. Запомните это ребята. На всю жизнь запомните. Дорогая искра. Когда ты будешь читать это письмо. Мне уже не будет больно. Не будет горько и не будет страшно. Я пишу. Не для того чтобы объяснить. Не для того чтобы объяснить. Меня вызвали к следователю. Я знаю. Что папу. Объявил в том что он будто бы растратил. Огромные деньги. А я ему верю. И не могу от него отказаться. И не откажусь никогда. Потому что мой папа. У него не обманщик. Он честный человек. Честный. Он сам мне сказал. А раз так вот как я могу отказаться. И я все время об этом думаю. Верю в отцов. И твердо убеждена. Что только так и надо жить. Если мы перестанем верить своему отца. То мы очтимся в пустыне. И тогда ничего не будет. Понимаешь? Ничего. Пустота одна. Одна пустота останется. А мы сами перестанем быть людьми. А верный опухой излагает свои мысли. И ты сложил бы их лучше. Но я знаю. Нельзя. Предавать отцу. Нет, я не струсила искра. А поступаю так потому, что не могу отказаться от нее. Не могу и не хочу. Прощай, моя единственная подружка. Это моя единственная подружка. Это моя единственная подружка. Я с тобой. Я билет в кино купил. Ты почему не был на кладбище? Не отпустили. Вот в кино и проверишь. Мы всей бригадой идем. Свидетелей много. Только в кино мы не пойдем. Понимаю. А может погуляем? Дождя нет. Погода наядь. А вчера был дождь. Где стали мокрыми и темнели на глазах. Черт дернул с этим самолетом. Саша, ты точно знаешь, что он продал чертежи? Точно. У нас на заводе все знают. Как страшно. У них пирожные, шоколадные конфеты. И все, конечно же, на этот миллион. Ну а ты как думала? Ну кто? Кто может каждую неделю пирожные есть? Как страшно. А Николай Григорьевич на кладбище много хорошего сказал. А вот это он зря. Что зря? Хороший человек. Жалко? Почему это жалко? Смело. Значит, по-твоему надо молчать и беречь свою здоровье? Надо не лезть на рожон. Лезть на рожон. Сколько тебе лет, Самескин? Сто? Двести? Тридцать? Я не помню, сколько мне нет. Нет, Саша, в том, как удобно, когда все вокруг старики. Все будут держаться за свои больные печенки. Все будут стремиться лишь подожить. А то, чтобы просто жить. Нет, все тихонечко дожевать будут. Аккуратненько так дожевать. Как бы чего не вышло, так это все не для нас. Мы самым молодым намерением спеть становиться стариком никогда слышим. Это ты меня Берецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла? Еще это рассказано. К чему это к тому же? Плюс ко всему. Это, знаешь, слова все. Вы языками вертите А плюс Б, а мы работаем руками вот этими самыми богатами в стране создаем. Иискра. 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 Субтитры подогнал «Симон» Кто тебе разрешил пересечь, Коваленко? Пентин Анна, позвольте сегодня сидеть с боковой, кто парт-то видит. Ах, вот что делать? Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Только вы забыли, что это школа, где нет вместо хлюпиком и истеричков и маржесую парту. Живо! Не смейте говорить мне «ты». Слышите? Не смейте. Никогда. Олег, ты не правы, мои хендеры. Конечно, у них тоже защищали, но они бы тоже. Садись, Александр. Я, кажется, сказала, чтобы ты сел. А я еще до этого сказала, чтобы не прав. У нас Ландзис, Шефер, уже у Сильбрея. А мы, буду мы дети. А мы не дети. Учти это, что ли. Так. Кто еще считает себя взрослым? Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем «Сон Веры Павловны». Бокума начинай. Те. Можно сидя. Леонид Сергеевич вернулся домой. Леонид Сергеевич вернулся домой. Те. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!